В Караганде впервые в стране создают рабочую группу по контролю за ценами и обеспечением продуктами из социально значимого списка. В первую очередь сейчас власти, общественников и бизнесменов волнует сахар. Сети супермаркетов заявили, что казахстанские заводы отказываются продавать им сахар напрямую. По словам представителей магазинов, спрос на сахар этим летом превышал обычный в три раза, но отечественные заводы отпускали его только крупным посредникам. Была возможность, я думаю, в сервер пошли, например, работать. В принципе, там цена бы сразу другая была. Ну, другие проекты. Если брать заводы, то надо брать вагонами. Есть магазины маленькие, которые просто нет складских помещений, а вагон это в среднем 65 тонн. Поэтому у нас нет складских помещений, чтобы брать вагонами и потом развозить, вот что-то с этим делать. Поэтому мы берем поставщика. Напомним, в Агентстве по развитию конкуренции недавно заявили, что 90% всего сахара казахстанских заводов скупал один поставщик и придерживал его, нагоняя цену. В Департаменте экономических расследований тоже заподозрили признаки спекулятивного роста цен на сахар и серые схемы его реализации. Акимат Караганды решил создать рабочую группу, куда помимо чиновников вошли депутаты Маслихата, представители общественного совета и бизнеса в лице Палаты предпринимателя Томикен. Группа ведет ежедневный мониторинг, у кого сколько сахара на складах, кто сколько его выставляет на полке. В случае нехватки обещают оперативно завозить нужный объем из СПК. Крупные наши игроки ритейла, они только за, чтобы вот этот контроль в рамках рабочей группы, он был у нас, скажем так, введен, потому что тогда вы будете в безопасности с точки зрения претензий со стороны как проверяющих органов, так и со стороны населения на отсутствие, присутствие какие-то спекулятивные вещи, на складе спрятали, ждут, когда цена вырастет. Вот такие вопросы, они сами собой отпадут. Такой же контроль будут вести по остальным 18 наименованиям продуктов из списка социально значимых.